так здравствуйте друзья пошла запись 1000 или 2000 какой-то фильм я их не считаю счет уже пошел даже не на сотни на тысячи значит мы находимся в молодом саду сад за номером 3 вот и я начинаю новый цикл лекций посвященные студенчеству почему потому что вот сейчас возможно ко мне подойдет садоводство вот и при этом прошли курс практического садоводства в этом саду под названием производственная практика чудом отпустили преподаватели чудом признали результаты этой практике вот и практика Елена Александровна Савинич задержалась где-то на несколько лет так она и продолжается вот а почему этот курс для студенчества потому что я сказал две и больше в россии садоводов выпускников вузов которые умеют выращивать сады вот практически нет разве что кто-то заучится учиться по моим же материалам вот пять лет нет 2015 году был куплен этот участок вот и сегодня у нас новый год то есть первые дни после нового года значит этот сад существует 15 год 16 и загибая пальцы 17 садоводство 7 лет но если сейчас он не выглядит высоким вот я сам поздоровайтесь с будущими выпускниками вуза пожалуйста так значит арина санна фильм посвящен тому новому новой методологии по производству студентов я не оговорился да да я металлург я знаю что говорю это наш термин производства алюминия производства никеля и производства студентов это моя последняя профессия преподаватель производства студентов так ну а дальше я начинаю с того что просто говорить все что мне сейчас покажется значит здесь весной 2015 года я всегда вставлю фотографии вот на этой фотографии вы увидите 15 год весну посадку этого сада сейчас он не выглядит крупным хотя летом здесь джунгли через которые пройти невозможно а вот и часть деревьев вот это ближний край посажены не пятнадцатом году в шестнадцатом семнадцатом так вот здесь выдающие сорта таких сортов как здесь если правильно горит сортообразцы таких больше нет во всей россии их нет нигде почему это сочетание роскоши невиданной уровня италии испании и из морозостойкости до минус 40 градусов это с плодоношением и ниже 40 это еще не смерть но пропускает плодоношение ладно вот самый главный бич для нас сибиряков стал уже не морозостойкость а именно возвратные заморозки это не бывает лишает всех и меня сада урожая далее итак на фотографии увидели голое поле бывшее картофельное поле так за которым я посадил сад теперь мое предложение такое она основная речь будет именно в за компьютером потому что у меня будет возможность продемонстрировать несколько сотен а лучше несколько тысяч фотографий каждой фотографии учебная на каждой фотографии выпускник сдавая экзамены должен ответить но это просто экзамен вторая половина практическая она будет особая так как сегодня никто ему голову не приходит учить студентов и будущих настоящих ученых и или допустим предпринимателей с огромными садами это тоже важное направление если в двух словах это выглядит будет так студент поступая в вуз сразу получает 10 соток где эти 10 соток они есть это допустим областной город в пределах 100 200 километров наверняка есть практически наверняка учитывая что у них счет идет на сотни научных учреждений научно-практических учреждений гсу опытных и прочих это довольно широкий спектр то есть они практически есть везде везде там есть то что называется земля земли может там не хватит на всех студентов но это легко у нас допустим сибири миллионы гектаров зарастает лесом а землю нам не дают поэтому стоит только какой-то волю проявить и земля у любого студента будет и так 10 соток который который он получает придя на первый курс вот выпуску это такая иезуитское железовское пожелание что экзамен будет считаться только тот кто во первых сдал теоретический экзамен мы это будем проходить я буду как бы студентам проходить за компьютером и съемки будут за компьютером так а вторая половина через пять лет вот заметьте этот сад через пять лет ломился от плодов фотографии ох да я буду показывать когда буду сидеть за компьютером я буду снимать прямо с экрана и получается так что когда студент через пять лет сейчас покажу пятилетний дерево и хорошо что я увидел плоды вот проходит пять лет приемная комиссия идет сад и студент угощает их плодами вот вот это пятилетнее дерево она кажется маленьким но когда с листвой она кажется очень крупным раз во вторых она маточная видите почему внимание здесь срезано порядка 30 черенков заметили вот посмотрите при открытии членков поэтому рост сдержанный это жертвенное дерево это маточное дерево вот вот и вот когда он угостит плодами пораньше когда они еще не замерзнут это будет осень на пятый год осенью после этого угостил плодами ему ставят галочку и он наконец получает диплом но это не все вот он еще его участок 10 соток будет составе гсу они по разу называются как у нас минусинский опытное поле это самое гсу допустим деревня субботина это все хватает вот собственная земля из допустим у этого абаканского института аграрных проблем и так каждой области так каждом крупном городе и это сад остается гсу почему потому что очень важный момент будет а сего вдруг в сибири посреди сибири будут роскошные знаете что такое это мелко яблоки потому что они выросли в тени на самом деле это огромное с этой стороны были яблоки это розмарин вы видели уже моих сотнях передач то что не было не воображение не позволяет это представить современным ученым они даже не пытаются этого добиться почему потому что так я говорю потому что вот это вот невероятные вещи видите вот вот это черный абрикос я уж а немножко отклонился от темы вот вот это груша нарядные лесная красавица вот вот это абрикос тар небес который ко мне приехал с волги и чувствую себя великолепно вот вот это целая серия у меня таких это разные венгерки я на что говорит венгерка знаете друзья отвлекусь на секунду чем приезжает ученый есть свидетель доскопилу доскопилу привозит мой друг он на пенсии но это все-таки авторитет из авторитета бывший завлаб института кандидат наук опытнейший грамотнейший мужик который привозит студент нет примерно уровня до цента точно не помню вот угощал 15 сортами сладчайший груш и вы слышал от него что он это исторический факт он не только никогда не пробовал такие груши он эти сорта даже не слышал о них вот видите как бывает это сибирь а сорта процветающая и вот я к чему это вам говорю потому как бы мне стать чтобы ракурс пусть давайте пусть взгляд отдыхает вот на этих абрикосах вот на этих вот посажены косточками 2015 году и плодоносит уже второй год один из них третий год плодоносит и так значит что будет потом потом студенту говорят поступили поступили а вот сейчас ноги в руки где хотите добывайте то что в этой местности будет плодоносит это от два направления второе будет селекция а первое просто все что здесь может быть а где взять а где а вот вот и где хотите а это еще осень первого года обучения а вот давайте ноги в руки а у кого мотоцикл у кого велосипед у кого может родители побогаче поедут к железову или этот таких садов я только назову десяток почему раздобыть на первое время семена все будет основано на сеянцевых культурах никаких этих самых халтурных этих яблонь на карликовых подвоях если начинать с яблонь и это все подробно и мы будем говорить за компьютером а пока коротко вот если вот это вот сибирь растет и не думает замерзать значит подвои закладывается первый год внимание вот так будут выглядеть ровно через год так после посева то есть не так даже весной они будут посеяны кусочки абрикосов это подвойный материал это манджурцы вот манджурские абрикосы и уже осенью их можно пересаживать можно рассаживать можно купить можно вырастить самому начиная с косточек или вот таких саженцев то есть где вы будете студент добывать никого не касается эта часть его учебы почему в своих походах по садам по случайным по разным по этим по слухам по легендам по поездкам за сто за тысячу километров вот студент расширяет свои знания познания он будет десятикратным десятикратной скоростью обучаться и познавать мир это очень важно представьте себе что кому-то родители дали денег и он приехал из москвы сюда в сибирь железову или на урал к латенкову или еще к этому черемушки к боднеру вот поклонился как угодно где то кто выпросил то деньгами потряс кошельком вот и тогда через год у него будет вот это вот понятно да проходит потом научиться привать привать для этого у нее и зима зима учеба теоретическая плюс привычный нож хороший плюс сотни тысяч срезов срезал обмотал срезал обмотал довел до автоматизма потому что возможно садоводство станет его новой профессии и его уже халтурить не придется потому что он будет работать или на государство создавая новые сады пределах учебных учреждений или выйдет на свободную дорогу предпринимательства что я тоже приветствую вот однолетние сеянцы которые вполне годятся к прививкам проходит год ну что подобрать вам проходит год проходит год проходит год вот он продолжает учиться все как положено но привив те самые саженцы он получит на второй год вот такой саженец ну у этих саженцев сдержан рост потом зависит еще от сорта и от вида но крайне в случае это хотя бы такое уже точно вырастет и на второй год о здоровье его скажут эти метровые приросты вот эти вот видите скажет ему о здоровье саженцы значит дело верное получит такой саженец это извините уже часть учебы у него просто какие хреновый он уже окуклился почему неудачный саженец пройдет четыре года и ни черта он комиссии не предъявит вот с такими приростами он уже и он еще не потерянный но это уже второй сорт вот почему была неудачно выбрана почка она была плодовая вот ну а дальше сейчас на морозе рассказывать подробнее я не могу вот потом проходит третий год внимание и уже вот это видите да вот он черный абрикос вот так вот он вот значит ему три года и но нам надо все-таки еще вернуться в а если у меня маленький оазис пойдемте к нему почему потому что здесь я уже показал вам беспощадная обрезка это беспощадная обрезка уродует саженцы сокращает его жизнь почему потому что это маточные деревья я их называю жертвенные давайте посмотрим там где еще я не успел нарезать на черенки не успел и они выглядят ну хотя бы оптимистично а студент ему он увидите что уже через три года так кормил я тебя кормил хвостом вертишь так ну еще покажу подожди 10 минут это я не вам этой собаки вот вот этот участок был заложен три года назад смотрите вот нет первый ряд вот это вот четыре года четыре года четыре года а остальные три года вот ну то что вы видите что это манжурский орех нас не касается дети мы и подрабатывать ну представь себе ребенку шесть лет и он посадил вот это вот это моя школа моих студенчества уже будут знать больше чем выпускники сегодняшний кузов но мои дети проходят особую школу вот опять вот видите трехлеток вот это черный абрикос так как это абрикос плюс алыча получается сдержанный рост не сдержанный рост я вам сейчас покажу вот почему самый высокий персик вот этот потому что он уже питается вот из этой вот ямы которая навсегда и которые я пропагандирую отсюда органика не вывозится из моего сада сжигание бытовых отходов я считаю преступлением современной современной россии вот видите персик да как его вот место уникальное вы тоже студентам не придется конечно использовать но здесь получилась тепловая подушка вот прирост допустим венгерки начинает вот отсюда вот а там вторичный рост не обращайте внимание но получается где-то метровая ладно вот смотрим сюда вот это прирост и абрикоса смотрим вот видите уже получше почему первый год обратите внимание это вот здесь потом была обрезка распушился здесь уже брали черенки на прививку и после этого каждая ветка дала две три и вот это вот это вторичный рост это все в течение года вот уже лучше давайте еще получше найдем ну например вот такие вот и получается на третий год у студента появляется возможность хотя бы еще не угостить при комиссии которая примет экзамены у него и даст этот самый путевку в жизни но хотя бы хотя бы эта комиссия сможет не комиссия ну пусть преподаватели вот ученые преподаватели это не будут кабинетные ученые которые учат и проводят лекции а сами ничего не умеют на вот а это будут ученые из этих же гсу вот они вот преподаватели и на третий год среднем уже плоды появляется так вот у меня есть фото галерея лучше туда не смотрите потому что плохо станет надо были долго потом только глядеть потом у вас появится новое направление вот скажите ну как то вот трехлетний вот трехлетний да это трехлетний это сеянец академика самая роскошная абрикоса плоды брали костики брали с плодов больше ста грамм каждая тем не менее растут очень плохо вот но будущее у них есть их надо пересаживать так как здесь глина чистая глина так получилось откуда глина взяла здесь вместо суписи то потому что когда строился этот дом взяли ее это фундамента с под это под погреба все сюда валили но мне пришлось ее использовать то это так слову пришлось вот значит здесь получается так вы увидели трехлетки да вам кажется что это было взрослые деревья ну действительно они развиваются очень очень быстро потому что на абрикосовых подвоях мощный рост и ничего удивительного нет еще раз говорю вот это не значит что лишний год это ли там появляется вот эти вот ветки второго порядка если считать что вот отсюда они не 2 порядка отведка 1 порядка 2 и 3 а на третьем порядке появляется еще и скелетики вот они чтоб не думали что вот отсюда начинается следующий год нет ату оттуда Вот, ну, наконец, смотрим сюда, гоженьки мои, вот это приросты, да, вот. Быстрая одна из секретов, ну, просто заодно, а то трудом верить в то, что говорю. Вот, дело в том, что здесь, 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 вот эта вот бешеная скорость роста связана с тем, что подвоем является мощный манчжурский абрикос. А это все у меня новички с разных мест, с разной степенью приживаемости. Вот видите, еще и не это, не пошла, ну, то есть мертвая прививка. Я их никогда не убираю, почему? Если вот этот особый сорт, у меня все особые, с разных концов планеты, она с помощью инфицирования, я так назвал, может изменить качество вот этой ветки основной, даже не будучи вживленной. Вот, и у меня такие случаи есть, поэтому я оставляю. Но это, опять я отвлекся, сколько можно отвлекаться, да? Ну, вот вы посмотрели на трехлетний сад. Ну, вот это, правда, четырехлетний первый ряд. Ну, ничего, вот они, трехлетний. И за эти три года они достигли подношения. Возникает такой вопрос, он очень важный вопрос. А не дать ли студенту через три года уже диплом и отпустить свой водное плавание? Дело в том, что огромное количество материала, которое проходит, оно или не нужно, или вредно. Многие из вас, друзья, смотреть-то будут не студенты вот этот фильм, а самые обыкновенные люди, кто подписан на моем канале и совершенно случайные люди, возможно, в Ютубе. Вот, дать ли студенту через три года или не дать уже диплом? Надо ли его два года учить? Если смотреть программу современную, то, в принципе, из этих пяти лет от силы пользы от одного года. Добавим пару лет от железовой технологии. Все-таки надо чему-то научиться. И тогда получается такое, скороплодные студенты, получается, используют термин садоводство. Я уже применил термин производства студентов, производства выпускников вузов, производства. И теперь еще применяю вот этот термин. Вот, производство скороплодных студентов. Вот, это уже вопрос такой. И мне кажется, что если взять от железового, а у меня уникальная, единственное, что вроде картотека, то есть папки с этими, сделанные в садах, учебные снимки, если человеку дать тысячу, то есть это особый случай, студенту дает повышенные требования, вот, через три года получи диплом, а ты на все тысячу ответь. А вот так, почему не 900 из тысячи? И не поставить 800, если отгадал из тысячи, то четверку. Нет, вопрос принципиальный. Ни одного неправильного ответа, и через три года ты дипломированный специалист. Вот эту вот тему тоже надо будет проработать, но это если наши придут. Вот, сейчас мы все хуже и хуже в стране дела. Я имею в виду садовое дело, я в политику не лезу. Вот, сады не развиваются, потому что отдельные, у кого просмотров сотни тысяч и миллионы, а это значит, что сотни тысяч и миллионы-то их посмотрели. Взяли и посмотрели. Вот, и веря как авторитетам, не зная, что человек не вырастил ни одного дерева, надергал этих самых фотографий из интернета, так, составил такую, такую речь построил. Вот это дерево обрежем, вот это на третий год обрежем, на пятый обрежем, на шестой, на восьмой обрежем. Ой, оно загустелось, давай теперь будем осветлять. Делаем 20, 30, 50 ран на кольцо, и дерево от этого станет еще здоровее, ну и прочее, прочее. Веря в все это ерунде, уничтожена была большая часть деревьев России. Естественно, попробуй, студент, вякни хоть что-то об этом, вместо пятерки двойка, и вот. И спасти его может только полносящий сад, но уже не через три года, а через пять. Ну вот на этом я пока заканчиваю, а дальше мы с вами перейдем на компьютер и будем развивать эту тему. Я сделаю вид, что я студент, и буду сдавать экзамены, покажу сам принцип. Как должен строиться экзамен в современном 21 веке, в 22 году, когда каждый студент имеет возможность научиться теоретической части по Железову. Благодарю за внимание.